Huawei Mediapad M3 шикарный планшет с диагональю экрана 8,4 дюйма и размерами корпуса как и бюджетных 7 дюймовиков мощный с отличным экраном хорошая батарейка и неплохой камерой это новое видео на канале Gadgetmania обзор данного планшета мы начинаем поехали понравился о да пожалуй это первый такой планшет на который я плотно подсел и которым активно пользовался за все время тестирования комплекте с планшетом вы получаете пленку на экран скрепку для извлечения лотка с карточками шнурок micro usb зарядное устройство наушники akg h300 только кстати для версии 64 гигабайта которые очень вкусно звучат официальная цена 27000 за версию с 32 гигабайтами памяти и 30000 за 64 гигабайта на борту и советую такие дорогие вещи покупать на официальном сайте производителя в россии спинка и грань металл аэрокосмический алюминий золотистый или серебристый перед глянцевое стекло без скругления и бортиков тонкие рамки слева и справа от экрана но не столько тонкий как у безрамочных смартфонов но достаточно тонкий для того чтоб не было поудобно держать планшет одной рукой приятная особенность если не прилагать специальных усилий то планшет всегда будет выглядеть достаточно чистым то есть не стекла экрана не металл спины покрываться жирными отпечатками не спешат корпус неразборной у меня получается иногда пользоваться его одной рукой стандартный лоток под карточки 1 nano sim и 1 micro sd сканер отпечатков пальцев тот что похож на все самсунговскую клавишу качественный сам по себе и умеет заменять все три экранные клавиши короткое нажатие по сенсору срабатывает как клавиши вернуться долгое как дом а жесты влево и вправо эквивалентный клавиши список до недавно запущенных приложений дисплей в медиапад m3 радует почти все характеристики в нем доведены до флагманского уровня контрастность едва ли не лучшее что встречалось планшетах с айпи с матрицами медиапад m3 оснащен цифроаналоговым преобразователем асахи кассе и микро девайс из ака 43 76 такой же к слову установлен zt nubia z11 и это прекрасно звук хороший я бы даже сказал прекрасный но приходится постоянно воевать с тупыми программными улучшайзерами музыки что касается динамиков их тут два каждый по одному вату мощностью настроены совместно с harman kardon запас громкости огромный а еще немало удивляет то что динамики играют по-разному в зависимости от того как вы удерживаете планшет что касаемо софта фирменная оболочка huawei кому-то по нраву больше стандартного варианта зеленого робота а кому-то очень не нравится все зависит от того по вкусу ли вам смесь дизайна айфоновской айс с китайским концептуальным пересмыслением android на планшете в принципе пойдет но как я уже говорил лучше чистенький android камеры снимают на уровне смартфонов среднего класса но даже это считается крутизной в современных планшетах с выносливостью у медиапад m3 все в порядке планшета хватает на пару дней если использовать его время от времени или на день если не давать ему расслабиться часы напролет мощный аккумулятор минус высокое разрешение экрана плюс экономичный процессор равняется выносливость чуть выше средних показателей игры он тянет неплохо но вообще он скорее всего для серфинга в интернете но вообще это один из самых мощных планшетов на рынке флагманских моделей в категории чтоб как хороший смартфон но с большим экраном почти не осталось а те что есть кастрированный до среднего уровня и даже не пытаются быть современными мне планшет очень понравился серфить в интернете читать смотреть качественные видео на ютюбе все это на нем дается очень приятно крайне рекомендую вам к покупке если вы выбираете планшет то стоит как минимум обратить внимание на медиапад m3 друзья большое спасибо что посмотрели данное видео конечно же ставьте лайки делитесь и пишите комментарии подписывайтесь на нас во всех социальных сетях если вы досмотрели до этого момента то вы супергерои напишите об этом в комментариях это вам пасхалочка от меня как всегда пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того чтобы экономить на своих покупках в интернете все ссылочки на товар вы найдете в описании к этому видео совсем скоро увидимся всего доброго пока пока